это снова мы и наша научно-познавательная передача с названием аукцион rcel info номер 130 130 условно круглая дата и пройдет он с 20 по 26 июля июля нарвались на несколько любопытных вопросов неожиданных неожиданных для нас в это время первый человек нас спросил перед тем как принести к нам картину на аукцион какая сезонность сейчас лучше продавать или подождать активного периода мы посмеялись мы посмеялись когда второй спросил но тоже посмеялись а вот когда уже спросил третий мы поняли что надо отреагировать таком широком широком уже на широкую аудиторию и так смотрите есть ли сезонность такой раз эти вопросы задают значит они имеют право на существование и естественного отвечаем и так есть ли сезонность да есть строго с июля по сентябрь то есть два месяца все уходит на каникулы галереи закрываются аукционные дома делают перерыв почему потому что все идут в отпуска предполагая что покупатели разъезжаются в свою очередь продавцы тоже придерживают картины и результате такая естественная пауза ни от кого никак не завистишься соответственно если бы вот так меня спросили 10 лет назад вот 10 лет назад я бы вот так и ответил если мне этот вопрос задали год назад хотя бы 2021 году ну или тогда когда появились интернет аукционы типа нашего я бы вам сказал что никаких сезонности никакой сезонности уже нет потому что без разницы покупателям где они находятся на отдыхе или нет наоборот чаще всего на отдыхе удобнее покупателям потому что они не заняты своей текучкой то есть люди тоже работают не все же праздно сидят и ждут окончания аукцион люди работают а вот когда они отдыхают или в отпуске или на праздниках вот тут то самое спокойное время когда можно последить поторговаться а то и сразу подъехать вот так я бы вам ответил год назад середине 21 а сейчас середина 22 друзья мои какая сезонность а как курс доллара влияет на сезонность вот у нас он только что был на 150 а сейчас на 50 это сезонность сейчас уже правда повыше на 70 снова это сезонность никто нибудь сможет это предсказать кто сейчас едет в отпуска ну такие есть мы знаем но это единицы на самом деле большинство сейчас занят совсем другими делами решают ежедневно меняющуюся ситуацию свои вопросы ежедневно что-то перед там закрывается по новой что-то наоборот какие-то ходы выхода открываются банки там счета и так далее и так далее какая сезонность друзья вот я каждый раз после такого вопроса сейчас не год назад и не 10 хочется спросить а вы проснулись ничего не происходит за окном никакой сезонности нет вообще что будет сентябре не знает никто единственное что мы точно можем сказать что прямо сейчас есть покупатели вот прямо сейчас если у вас есть что-то в руках что вы хотите продать это не надо откладывать ни в коем случае мы и чай и раньше так говорили раньше говорили так вот как-то с прохладцей сейчас мы говорим активно ничего не надо откладывать прямо сейчас какие будут цены какие будут деньги что вообще нас ждет сентябре никто не знает если кто-то погодав на картах таро или посмотрев там на млечный путь делает какие-то прогнозы ну молодцы молодцы но мы не из этой категории граждан невозможно живем одним днем сегодняшним и то что мы можем сказать точно это прямо сейчас у нас на аукционах великолепная картина и добавлю зачастую по очень хорошим ценам вот пожалуйста сейчас вот это специально на заставке стоит вот этот ударный свешников такой бы стоил год назад спокойном 21 3 миллиона то и выше а вот сколько он сейчас будет стоить это мы с вами поговорим переходим к обзору вот ну вот сразу же первый топ лод небесной красоты свешников на рис свешников перед нами борис свешников 1980 и холст масло размер все видны и так называется работа зимняя остановка вот такая бы работа стоила 3 миллиона то и выше то что я уже произнес в вступительном слое сколько сейчас сильно ниже сильно ниже и вот этот факт который мы с вами уже обсуждали упоминали проговаривали что относительно 21 года 22 этот нынешний текущий в котором нет сезонов напомню я цены на 30 50 процентов вернулись начало 21 поэтому те кто ну как-то не подловил правильного до какого-то своего свешника в 21 году это было трудно это было трудно работа продавались вот такого качества они были и мы кстати говоря думали что уже все эта ситуация не вернется тем не менее вот смотрите сейчас трудные времена безусловно но как следствие этих трудных времен во первых появляются на торгах великолепная картина и во вторых важно появляются по очень хорошим ценам и так перед нами работа и собрание пьера саваретти итальянского предпринимателя прорубившего окно в ссср и ставшего инициатором контракта века по покупке завода фиат для тольятти вот это все происходило на нашей памяти все вот эти тектонические сдвиги по ходу цивилизацию в мир советского союза некоторые воспринимают это иначе как наоборот сдача позиций проигрыш и так далее как слить как с какой колокольни смотреть или с какой из башен значит мы находимся на позиции что как раз именно советский союз начал открываться миру мир стал взаимодействовать советским союзом и в частности вот на примере покупки завода фиат и тогда те это те самые жигули те самые жигули которые там считались что-то такое для простого человека хаэн такой да людей попроще это запорожцы и москвичи для совсем уже людей повыше это волги и чайки уж совсем для высшего такого состава да а вот для людей такого хорошего крепкого частного уровня это как раз жигули и это завод фиат и имел к этому отношению пьер саваретти который мало того да в конце семи десяток собрал великолепную коллекцию вот из таких вот картин а что мы хотим конкретно мне сейчас ну история там владелец там знаменитые это все хорошо что конкретно хочется сказать про эту работу пожалуйста экспертиза силаева с оценкой музейное значение мы тоже с вами обсуждали уже эту фразу и в данном случае вот это тот редкий случай когда позиция арт-бизнеса то есть наши и искусствоведов музейщиков совпадают мы вкладываем в слово по формулировку в понятие музейное значение одно и то же качество очень высокий уровень очень высокий вот тут не убавить не прибавить значит еще что мы хотим добавить важно в конце семидесятых а как раз работа восьмидесятые палитра свежников становится более плотной и насыщенной знатоки отмечают что в отдельных работах начинает проявляться фантастический фарф фосфорицирующий эффект вот он здесь есть такой куинжевский до вариант ночь над днепром когда светятся и только ночь над днепром него много у куинжи таких картин какого вот эффекта свечения вот здесь это потом ушло вот конец 70-х начала 80-х у свешникова этот эффект бы 90 другое не хуже не лучше с этим не будем другое поэтому кто собирает свешникова а без вот какой-то чертовщина неожиданно для нас такие покупали оба коллекционера покупателей есть которые ждут свешникова без чертовщины без загробных там на каких-то оград там и так далее и так далее сюжет сюжетов да здесь все красиво факт очень красиво добавим от себя очень красиво поэтому и цена хорошая ну все хорошо вот тот случай когда а будет ли в ближайшее время еще такого уровня картин будет это трудно предположить трудно предположить как-то сезонность до который сейчас нет как повезет надо воспользоваться вот прямо здесь и прямо сейчас вот тем что мы видим перед собой еще одно так как мы взяли на себя смелость вас немножко образовывать но не тех которые сейчас посмеются и скажут да мы сами тебя образуем а вот тех которые смотрят наши ролики именно с интересом в плане новой информации вот пожалуйста мы любим книжки скоро мы таксан анонсирует так наперед сделаем еще одну рубрику где мы будем рассказывать про очень правильные знаковые обязательное прочтению книги это будет целая рубрика отдельных передач а сейчас вот пожалуйста борис свежников свободный вниз в мире несвободы валерий дудаков замечательный коллекционер издал очень хорошую книжку вот такую и здесь вот я хочу прочесть вам его слова цитата трудно сказать какое направление обрел бы полет его фантазии это вот мы говорим про свежникова если бы не свалившийся на него неожиданная беда арест феврале 1946 года его обвинили в участии в антисоветской террористической организации известно что свежников не признал себя виновным а ведь его обвиняли в организации покушения на сталина поставляете мальчишки студент и получает обвинение в покушении на сталин да когда 46 год это самый что ни на есть апофеоз советского союза победа великого и так далее так далее и тут тебе да ему была отведена роль исполнителя террористического акта представляете следствие к тому же заинтересовалась его дворянским происхождением и тем что у него вдруг обнаружились арестованные в 1937 году родственники один из свидетелей один из свидетелей обвинял его футуристических взглядах на искусство что сам же свежников на следствие сказал открыто художники у нас не свободны в своей деятельности представляете молодой человек сказал наследствие они рискуют не то они рисуют не то что хотят а то что им скажу заявил свежников и получил свои семь лет которые и отсидел такой кошмар и тем не менее тем не менее судьба сжалилась вышел выжил и подарил миру и нам с вами замечательные работы ни на что не похожи вообще я бы даже сказал мир и своими вот один из таких вот кусочков вот этого мира перед нами так что бог с ней сезонностью приобрести да и все давайте кому-то повезет ну вот продолжение моих слов еще один шедевр безусловно перед нами павел леонов работа называется концерт на колхозном поле 1992 год размер супер 102 на 152 метр на полтора ну здесь все видим преимущество этой работы перед ну плюс-минус такими же леоновскими главное отличие это леонов любит уплотнять то есть у него много мелких персонажей вот в писатель один сюжет второй сюжет третий сюжет там те и фонтаны тут тебе и какие-то цирки и зоопарки в колхозы колхозной какой-то обстановке так далее так далее здесь центральный сюжет три фигуры три персонажа сказочных да мишка косолапый коза дереза и так далее это причем четко очень органично слито не знаю как сказать вот прям такая цельная композиция концертная на колхозном поле вдалеке уже вот до леоновская еда коляски едут на ипподроме что-то еще то есть подчеркнем размазались мыслью да подреву очень редкий сюжет из них сказать мы такого не встречали года за три вообще редчайший поэтому кто себе присматривает леонова хорошего подчеркнем мы по хорошей цене но вот он перед вами вот он перед вами сохранность вот вот владимир мне правильно подсказывает кроме того что пишет замечательные тексты безусловно очень часто мы встречались с тем что ветхая ветхая там к это мешковина прям вот сосыпями там так далее вот здесь сейчас идеальная сохранность поэтому здесь супер супер обратить внимание обязательно лучше не обратить внимание побороться и приобрести здесь кто кто любого давайте расскажу сегодня павел леонов любимец коллекционеров а самых один из самых востребованных художников а 40 лет назад односельчане считали старика деревенским сумасшедшим корчевшим из себя художника да я помню свое какое-то там странное время когда служил в армии и случайным образом стало известно что я умею рисовать и эта фраза была художник от слова худо просто избитая ха-ха-ха очень смешно вот здесь что-то в этом духе да настолько травля 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 односельчан соседей что художник павел боялся рисовать чтобы на него не написали донос за то что он занимается каким-то мошенничество какой-то ерундой и не сесть тюрьму в котором к сожалению побывал вот прямо так советское время 90-е годы духовный наш народ а художник боится рисовать картины чтобы не нарваться со стороны своих соседей на такие ужасы такая жизнь тем не менее что еще очень важно и главное в этой картине какой-то сумасшедший положительный заряд оптимизм просто нету слов в наше сегодняшнее время иметь такую картину у себя дома иметь возможность заряжаться этой положительной энергии это конечно очень хорошая перспектива очень хорошая перспектива так что здесь мы это все время отмечаем что художе картины воздействует на нас не сюжетом не какой-то там ты шире тоньше там слоями краски какими-то там умением рисовать в конце концов нет это та энергия которую художник закладывает картину волей-неволей кисточкой и красками и мы ее воспринимаем обратно впитывая заряжаемся вот здесь все так так что большая удача сегодняшнего дня побороться приобрести и получать удовольствие переходим к следующему смотрите какой аукцион сплошной позитив слепших размер красный прогулка прогулка на закаде 80 анатолий слепших красотища вот мы уже говорили об этом здесь тем более классика и лошадка уходящая и какой-то человек то ли старушка то ли старичок и собачка который идет след просто супер сюжет супер не так давно очень похоже на эту работу у нас продавался серьезной борьбой вот те кто боролся и пропустил а такие были но вот судьба подбрасывает еще один шанс все-таки приобрести у слепшего мы уже так так касались этой темы давайте ее проговорим еще раз великолепный замечательный художник тот случай когда ни за кого не похож и собственно только такие у нас здесь и бывают других не держим что называется отличные художники очень много мрачных картин ну кто-то мне скажет у кого их нет вспомним того же свешников кстати нет свешников в этом и есть его парадокс при всех таких но мистики при всей мистике при всей такой кладбищенской там тематики так далее картины на самом деле очень позитивные очень интерьерные красивые и вот как это происходит вот так здесь у слепшего есть очень мрачный они сумасшедшие красивые но прям вот мороз по коже а есть наоборот вот такие вот закатные вот просто сплошной праздник это одна из них это одна из них поэтому ну сильно присмотреться сильно присмотреться еще раз скажем один из немногих художников которого использовали в качестве валюты при отъезде могут в израиль и так далее рубли с собой не возьмешь валюту тем более соответственно нужно было ввести что-то что мы же можно было мгновенно поменять за границей на западе да на какие-то уже более твердые деньги вот как раз покупали картины слепшие вывозили работала как сейчас не знаю с этим мы проверять не будем у нас идут запрос как это не парадоксально до сих пор из-за границы как можно у вас купить одно второе третье тогда тяжелая история тяжелая история так же как и ввоз суда мы тоже про это говорили но это сейчас нас не касается нас касается конкретная работа конкретного художника по очень хорошим цел вот отвечаю отвечаю обязательно к приобретению обязательно давайте кого-то повезет но не удержимся покажем классического зверева по очень хорошей цене друзья мои таких цен за последнее время мы вообще хотел сказать не встречали ну в общем да ну в общем да классическая женская головка поэтому те кто в принципе присматривает или размышляет на тему приобретать начинать приобретать зверева ну вот точно с этого надо начать точно смотрите что написал мне а ну пожалуйста мы когда показывали валерия сила его очень хороший это вот оценка эксперта который уж поверьте нам посмотрел пересмотрел и живьем и уже так сколько мы ему показываем и так воздушный фактурный спорт портрет с доминированием синегамы обычно портрет такой проработки зверев делал на специальных сеансах по приглашению не за трешник на первом попавшемся листе а обстоятельно с подготовкой с расстановкой таких случаях заказчик заранее готовит для мастера материалы по списку заводскую картонку указанный набор красок вскоре раздавался звонок и начиналось действие для зверева заказчика модель были не просто клиентами а зрителями на них устраивался целый перформанс художник работал быстро виртуозно с настроением 35 минут и на глазах изумленной публики появлялся тонкий точный портрет как и все да детуля не похоже подожди скоро станет похоже зверево доставлял удовольствие наблюдать за реакцией людей на таких сеансах он был своей стихии кто изображен на синим портрете мы вряд ли узнаем но тем не менее вот так работал анатолий зверев перед нами замечательная работа 86 года картон масла 42 на 30 обязательно к приобретению вам не пригодится в коллекцию вас уже есть качестве подарка идеальный вариант идеальный вариант а только только начинает точно давайте кому-то повезет смотрите какая редчайшая редчайшая работа перед нами леонид борисов вот канал принесли эту скульптуру мы развели руками не видели никогда скульптарелки были тарелки были ассамбляже были ну там известный мастер геометрии да понятно а тут вдруг сборная такая вещица мы не поленились как вообще мы это делать любим не то что не поленились об это делать любим отправили в питер правильным знающим людям вопрос а была ли скульптура а если была то где она возможно сейчас находится это далее выяснили вся скульптура ну что известно находится в музее на руках частных коллекций практически 0 поэтому сейчас тем а мы знаем что таких достаточно интересуется борисовом уникальная возможность приобрести уникальную уникальное произведение искусства в свою коллекцию просто вообще цена супер супер композиция очень смысловая тут вам пожалуйста и черные белые тут вам и и тут вам и черный квадрат малевича здесь можно копаться и копаться вот такой вот казалось бы относительно простенькой композиции на самом деле не на самом деле очень хорошие очень хорошие кто интересуется скульптурой вообще кто интересуется борисовым мимо не пройти мимо не пройти смотрите что мы еще хотим сказать напомним что борисов известный представитель геометрической абстракции питерский нонконформист деятель газоневской культуры это два дк один газа имени газа другой невский вот это газоневская культура там проводились выставки не таких вот они официальных художников кстати о неофициальности советская власть считала борисова тунеядцу художника где ты учился в электротехническом институте понятно самоучка значит союзе художников не состоишь а на худ комбинате работаешь ну и какой же ты художник понимаете вот эти понятия которые от нас казалось бы ушли то не я от ства самоучка еще что такое не дай бог вернуться не дай бог тем более что ну таких бы ха самоучек ба да побольше бы в свое время тем не менее тем не менее вот дошло до наших 65 год 65 год и сейчас нашему с вами внимание побороться приобрести вот такие у нас аукционы такие торги переходим к следующему лот ну и краснопевцев да 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 перед нами дмитрий краснопевцев портрет актрисы елены мавины 1947 год одна из ранних картин важно портрет опубликован знатоком творчества ушакова вот книг которая обязательно к в и к владению и к прочтению третий том живопись александр ушаков и вот здесь опубликован поэтому здесь отличный вариант безупречный провинанс мало того что знаем кто это а публикация просто высший пилотаж высший пилотаж елена григорьевна маевина была известной актрисой русского драматического театра литвы сначала пятидесятых годов она исполнял главной роли репертуара дездемоны ваттелло и так далее так далее разбирающиеся люди обращают внимание еще на одну особенность этого портрета в нем угадывают черты самого краснопевца вот так вот портрет в портрете здесь любителям собирателям коллекционерам дмитрий краснопевцева сильно призадуматься цена как и все что мы выставляем сегодня на торги супер супер но понятно те кто сейчас только-только задумывается по каким-то причинам что-то приобрести что большая редкость вообще говоря и все кто только задумывается о приобретении классического краснопевцева с этого портрета начинать сложно а вот те у кого уже есть один-второй-третий рисунки да конечно сильно на эту тему подумать тем более опубликован в важнейшем трехтомнике это уж точно так что не аукцион а одно загляденье сейчас будем заканчивать а на чем будем заканчивать я вам сейчас покажу переходим ну вынуждены заканчивать нашу научно-познавательную передачу ютюбное время не позволяет размахнуться здесь от души тем не менее 21 работа вот например о чем мы не успели сегодня с вами поговорить бурлюк классическое такое деревенское чаепитие такой наив суровцева смотрите какая красота называется работа у озера тут прям как будто сам ныряешь или пожалуйста целков какое блюдо только виноград или какой-нибудь набор фруктов в нем держать 21 работа каждую неделю по ссылочке внизу смотрим изучаем читаем отрываемся от этой странной действительности и окунаемся в мир прекрасного а кое-что себе и приобретаем давайте кому-то повезет